всем привет вы на канале sober vision ну что настал тот день настал тот час когда пора открыть второй этаж вы помните что альбас парсусов я заселил формикарий сталинка 20 и заселил их в небольшом составе кто не помнит в описании будет видео заселения их в этот формикарий шло время их количество постепенно росло рацион питания составляет сахарный сироп и различные насекомые иногда я даю им фрукты кроме этого я также пробовал давать им тлю в принципе кампы должны доить этих насекомых но эти лентяи этого не сделали побродили около тли и все на этом сигналом к открытию второго этажа для меня послужило во-первых заполнение муравьями камеры первого этажа и во-вторых постоянное нахождение на арене большого количества рабочих половина из которых ютилась поилки перед открытием давайте их покормим моей новой кормовой культурой а именно нигры это достаточно интересные тараканы как-нибудь в дальнейшем я расскажу вам и покажу свои кормовые объекты давайте закинем на арену этого таракана и понаблюдаем способны ли эти кампы справиться с этим черным бронированным другом таракан выбрал привычную для него тактику он стал закапываться искал для этого подходящие места в различном мусоре в конечном итоге он забрался в поилку и был таков а пока его оттуда выкуривают давайте наконец расширим бедолагам их жилищное пространство тут все просто сдвигаем перемычку вбок и все этаж открыт теперь мураши спокойно смогут перебираться на верхний этаж и осваивать его по интересной лесенке вообще если вы не знакомы с моими предпочтениями то она арене я люблю только природный дизайн без черепов замков лего и так далее люблю естественное природное оформление с песочком с камушками различными корягами но и растениями которые к сожалению пластиковые что касается гнезда то тут на мой взгляд должно быть все технично продумано и позволять комфортно наблюдать за питомцами пока я разглагольствовал альбаспарсусы двинулись исследовать второй этаж все прошло штатно и примерно через час наверх они стали переносить часть расплода эх нравится мне сталинка ну что же там с нашим водолазом пал жертвой храбрых пробрался внутрь поилки и утонул давайте его достанем и отдадим нашим охотникам муравьи как обычно потащили жертву в гнездо но не тут то было утопленник то ожил хотя и стал не таким бодрым как был но он также пытался сопротивляться однако все его усилия были бесполезны через несколько минут жертва была доставлена в гнездо и благополучно съедено вот такой сегодня захватывающий сюжет получился прям боевик ребята всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться на канал и до новых встреч всем пока пока а